После того, как работы в парке за ривьерой забуксовали, он год простоял в состоянии ожидания благоустройства. Суды с подрядчиком уже в прошлом, собственно, как и вопрос финансирования. Доводить зеленую зону до ума город будет за счет денег регионального бюджета. Решение уже принято и депутатами АКЗС, и губернатором Алтайского края. Мы сейчас уже, что называется, находимся на финише с переработкой проектно-сметной документации. Мы вынуждены были ее переработать в связи с тем, что экспертиза указала на ряд недостатков строительных, которые были допущены в процессе возведения этого объекта. Дорабатываем документацию, и в новом году будет парк. На то, чтобы реализовать национальный проект, а точнее исправить прошлогодний срыв программы, БИСК получил 55 миллионов рублей. Во время недавней встречи с депутатом Государственной Думы Александром Прокопьевым, руководитель инициативной группы Виктор Конончук высказал пожелания жителей данного района. Много в обещании не просят. Люди в основном предлагают более насыщенное озеленение этой территории. И некоторые другие территориальные зонирования, которые были бы, наверное, им более интересны и более востребованы в использовании непосредственно теми, кто собирается пользоваться этим парком. Желание сделать садово-парковую зону с большим количеством деревьев жители объясняют еще и с точки зрения экологии. Наш район относится к районам экологически нездоровым. Здесь же максимальная плотность населения. Здесь почти 40 тысяч жителей на Зеленом Клину. Как сегодня нам сообщили в Управлении жилищно-коммунального хозяйства, зелени в новом парке за ривьерой будет достаточно. Проектом предусмотрена и система полива зеленых насаждений. В начале следующего года администрация выходит на торги. После подписания контракта начнется, а точнее продолжится стройка. Главное, чтобы не повторить ошибку. А потому контроль как со стороны властей, так и со стороны общественников будет более жесткий. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. Будни. Продолжение следует...